итак я сделала выкройку брючек школьных это сейчас базовая выкройка брюк детских у меня сын худенький но высокий поэтому мне трудно подобрать ему школьную форму костюмчик особенно на брюки они бывают здесь широкие длину коротковатый поэтому сделала вот такую выкройку сейчас теперь перевести каждый половинку переднюю отдельно сейчас я буду переводить эти половинки брюк на отдельные листы бумаги значит мне нужно такие листы бумаги чтобы у меня осталось на добавить припуски по швам и длина соответственно нужно будет перевести переднюю и заднюю половину так как я делала когда я снимала мерки я измеряла не длину брюк а длину от талии до пола поэтому у меня здесь по низу я знаю что у меня здесь запас уже вот в этой выкройке есть но еще я здесь могу оставить немного потом подгоню по после примерки так все переводим выкройку на сейчас я буду переводить переднюю половинку для того чтобы переводить выкройку линейку я приколю сейчас бумагу чтобы она не полетела постоянно вот эту выкройку основную я так и оставлю она может пригодиться для других штанишек в этой выкройке уже по основе можно будет моделировать другие фасоны брюк шортики спортивные брюк я буду шить в этом году или школы в общем то переводим то что у нас уже есть значит после того как я переведу выкройки я обязательно сделаю на бумажных выкройках припуски на швы все припуски все насечки и вот это будет у нас основа брюк и вот это будет у нас основа брюк и вот здесь вот колено здесь обычно делается плавный такой вот эти вот переходы должны быть плавно оформлены здесь не вот так вот что сюда прямо а тут сразу наискосочек чуть-чуть нужно сделать немножечко вот так и как бы такую плавную линию если есть так резко она должна сюда подходить на линии колена обычно делаются насечки вот здесь вот мы будем делать насечки они должны будут совпадать с передней и задней половинкой длина низа до насечки до колена и по верхним швам по боковому по среднему шаговому шву должны будут совпасть обязательно ну и вот таким же образом мы переведем заднюю половинку сейчас я покажу что я буду делать по передней половинке дополнительно ну что линия колена у меня есть а здесь еще нужно наметить линию середины брючки это у нас здесь у нас заглаживается склада стрелка по вот этой линии и тут я откладывала складочку я буду здесь делать небольшой склад обычно делается 3 сантиметра я откладывала 2 сантиметра сейчас в моде узенькие брючки поэтому я сделала тоже узкие тем более я ткань взяла она мне со стрельченным эффектом здесь будет большая складочка она закладывается сразу же на основе брюк я могу сделать 3 сантиметра можно сделать здесь выточку у меня будет складка так все откалываем переднюю половинку у нас переведено что еще я делаю по передней половинке здесь теперь нужно сделать вход в карман вход в карман и подзор как мы делаем под карманчик тут у нас еще швов нет то есть припусков нашего я еще не отложила поэтому здесь обычно 3-4 сантиметра наметим 2 сантиметра и вниз значит длина здесь входа в карман 11 сантиметров 11 сантиметров это будет вход в карман на ткани что мы будем делать ну вот так вот загнем эту ткань так и продублируем вход в карман обязательно проклеим клеевой я наверно буду это еще снимать нужно наметить вот этот подзор он тоже будет выкраиваться отдельно то что будет у нас из брючика ну и он тут тоже будет на 4 сантиметра сюда 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 можно на 5 и точно так вот полукругом это вот подзор значит мешковина кармана возьмем 10 сантиметров без припусков на шов с припуском значит 11 сантиметров здесь 19 сантиметров мешковина кармана может быть выкроена из одной детали здесь может быть сгиб или шов как кого-то положат так значит одна мешковина кармана выкраивается вот таким вот образом вот ее значит вместе с припусками на шве вот таким вот образом мешковинка а вторая мешковинка выкраивается вот здесь срез или же можно сложить ткань вдвое выкроить вот это все и сделать вот этот срез ну все практически с передней половинкой а еще надо будет здесь гульфик гульфик на шов гульфика добавить и мы его выкроем цельнокроем потом подумаем что он делает 4 сантиметра я добавляю на гульфик 10 12 до скругления 13 я сделала так 13 И опять же здесь везде я опрошу по одному мультиметру на швы. Добавляем везде припуск, я думаю, это все показывать. Также переводим заднюю половинку, и потом я покажу, что там будет еще по задней половинке. Какие будут особенности заднего кармана. Все остальные моменты, где будет плевая, это я буду снимать попозже. Значит, вот что у нас будет с выкройками. Очень удобно припуски делать сразу. По детали они получаются. Так, здесь я уже припуск заложила. Четыре сантиметра. Я, наверное, еще добавлю, если что, лучше его потом срежу. Чтобы потом, если вдруг что, не было проблем. Всегда легче отрезать лишнее, чем припуски поверху. По верху я сделаю, наверное, один и два припуск. Потому что... Ну, вот так мы делаем до конца припуски и вырезаем вот эту вот половинку. Значит, вот эти вот детали все, карманные. Карман мы делаем на подкладочной ткани, под зорики из основной ткани. Заднюю половинку брюк также вырезаем. Отмечаем сразу припуски на швы. Везде оставляем. И на задней половинке я намечаю вход в карман. Вход в карман у меня будет под выточкой. Выточка здесь 6 сантиметров. Под выточкой вход в карман. В середине, в середине выточки. Вход в карман у меня будет 9 сантиметров. Поэтому здесь 4,5 серединка кармана. Здесь 9 сантиметров вход в карман. Карман будет в рамку. Будет сантиметр сюда вверх подниматься. Вот такой будет карманчик. Дополнительные детали, которые нужны будут карману, это сама вот эта деталь рамки. Ее надо будет сделать на 2 сантиметра больше входа в карман. Плюс подзор кармана. Тоже нужно будет сделать больше размером, чем карман. и чтобы он прикрывал вход в карман. То есть на 3 сантиметра, на 4 сантиметра вот сюда вниз. Ну вот собственно все. И тут еще будет подзорчик. Все это дополнительно при раскрое будем подкраивать детали кармана. Так, складываем ткань вдвое и выкладываем наши выкройки. и вырезаем заднюю и переднюю половинку. Так. и вырезаем припуски наши у меня уже здесь заложены. и вырезаем припуски наши у меня. и вырезаем припуски. Вот этот кусочек я сейчас примерю. И вот здесь вот из него можно будет сделать как раз вот этот вот подзор. Я смотрю, да. Получится вход в карман вот здесь. Вот. Его достаточно. И вот этот вот. Вот здесь вот хватает 4 сантиметра. Вот этот кусочек я могу положить вот таким вот образом. Сейчас вот. Положу его вот здесь. И буду сразу выкраивать подзоры. Вот так вот. Будет у меня выкрасть сразу и подзор. Так. Вот положила под выкрашечку. И буду кусочек отсюда. Хорошо, что на головку можно двигать. Так. Теперь отрезаем заднюю половиночку. вот так нельзя учить людей все разравниваем и выкраиваем здесь насечка колено мы будем совмещать здесь оставляем припуск у меня достаточно припуска я еще сантиметр оставлю на всякий случай даже не сантиметр а два хотя я уже заложила сюда сантиметра четыре вниз не забываем здесь сделать насечку у меня выкройка лежит вверх ногами вот эта насечка ее обязательно нужно пометить вот насечка задняя половиночка все выкраина задняя половиночка трех убираем ее и переднюю половиночку здесь у меня по передней половинке уже подложен вот этот подзор этот подзор я уже подложила здесь я его сейчас отрежу вместе с верхней ручкой половинкой и потом я его сформирую сантиметра здесь вот тяжело потому что здесь четыре слоя так вход в карман намечаем насечка так далее чтобы еще вылезается намечаем вот этот вход в карман намечаем вот этот калю потом когда я выкрою я намечу вот эту насечку сейчас мне неудобно неудобно да что и и и вот и и и и и и Так намечаем по передней половине все насечки. Место колена. Вход в карман. Так, теперь вот эта деталь, подзор. Смотрим. Вот у нас тут будет вход в карман. И вот так вот будет у нас расположен подзор. Ну, я думаю, что можно еще немножко исправить его форму. Вот здесь вот сделать красиво. Сразу выкроили с подзором. Теперь нужно выкроить мешковинки кармана. Да, еще из этой ткани, из ткани верха, выкраиваем пояс. И на задний карманчик детальки подзоров. Но это потом уже выкрою. Сейчас, пока мы будем... Первое, что я буду делать, это... Это что? Можно сразу же все выкроить. Значит, что мне нужно будет по заднему карману. Значит, вход в карман. Вот. У меня... Так, долевая... Вот. Долевая, долевая... Значит, где же мне его выкроить-то? Наверное, возьму вот отсюда. Задний вход в карман. Садняя половинка брюка, вот мы видим, что у нас здесь под карман. Нам нужно выкрыть детали, которые будут на 2 сантиметра дольше сюда и сюда за под карман. И подзор у нас должен вниз на 5 сантиметров. Ширина этой детали будет 9, плюс 4, 13 сантиметров, 13, 13 сантиметров и длина 7. Мне нужна будет одна деталь. То есть не одна, а две вот таких вот детали для одного карманчика. Они не обязательно должны быть идеально выкроены. Это подзор и листочка. Вот это будет у нас карман в рамку. Такая нужна будет деталь, которая будет пришиваться. Из подкладочной ткани я вырезаю два передних, две детали. Сначала вырежу на задний карман, раз уж я с него начала так. Значит, вот эта деталь у нас будет от верха штанинки. Подзор плюс на сам кармашек вот на этом месте. Ниже входа в карман будет 10 сантиметров. Вот это будет у нас. Вот это будет у нас. Я его еще подкраю потом. Это у нас будет мешковина, подзор и рамка. Вот это у нас детальки заднего кармана. Теперь нужно вырезать детали переднего кармана. Детали переднего кармана делаются вот с таким вот еще. В детских брючках не нужно, мне кажется, делать как кто хочет. Так, выкраиваем мешковинку. Вот здесь тоже, в принципе, не обязательно делать все там по лицевой, а по долевой. Значит, делаем четыре одинаковые заготовки. Посмотрим, хватает лишения. Вот здесь. Значит, я склала в четверо. И еще раз. Прикалываем здесь. Прикладываем мешковинку кармана. Все. Вырезаем. Тут можно не разрезать. Сейчас подмешать. Сейчас подмешаю. Вот так. Нанечаем вход в карман. И так. У меня есть четыре детали. Да, тут еще не весь раской. Теперь. Вот эти детальки кармана. Наберем. Вот один кармашек. И вот второй кармашек. Складываем их. И. Одна деталь остается целая. Вторую кармашек. Складываем. Срезать. Вот. Этому. Вот. 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 Вот эти насечки совмещаем. Здесь. Я ровно положила. Так. Складываем на всякий случай. И. Вот это вот. Мы отрезаем. вот теперь детальки мешковинки готовы на два кармашка так и осталось выкроить деталь пояса у меня будет одна карсажная лента специальная для мужских брюк вот я буду ее использовать с внутренней стороны можно сделать еще резинку вставить не буду делать по размеру ширина какая должна быть ширина пояс в готовом виде пояс детских брюк 3 с половиной сантиметра добавляем 2 сантиметра на в общем 6 сантиметров по полтора сантиметра добавляем на подгиб пояса почти 4 сантиметра на готовых брючков почти 4 сантиметра вот 37 пояс я думаю что еще до 6 сантиметров ширину сделаю я и вот я уже замерила себе у меня длина пояса вот отсюда это уже с припусками длину пояса я замерила так 39 так 39 дальше 6 сантиметра немножко залезу на кромочку 6 сантиметров и еще 6 12 сантиметров это будет две половинки пояса пояс я сделаю сзади точной вот вырезать ткань у меня со встречи тянется так и значит надо будет еще вырезать деталь кишлевок не знаю может быть это потом сделать обычно их вырезаю из обрезков которые остались от раскроя так ну вот все щита есть можно начинать сшить так ну и шлевки шлевки можно вырезать вот эти вот из этих вот обрезков которые остались вот нужно будет пять шлевок на брючке по сути вот какая здесь ширина сейчас посмотрю на шлевки нужно ширину толщина сантиметр значит сантиметр 4 сантиметра шириной должны быть шлевки длиной они должны быть 6 8 допустим 6 ну вот такого длины вот этих двух полосок будет достаточно чтобы заготовить все шлевки можно будет сделать одну длинную шлевку значит шлевки делаются по-разному есть такие вот что с одной стороны делается оверлок потом один вот так вот шов заворачивается оверлок ложится на вот этот шов ну тогда нужно будет потоньше вырезать и делается две строчки здесь идет оверлок как бы вот так вот и еще другой вариант когда обе обе заворачиваются стороны внутрь тогда шлевка получается толстенькая и вот так вот и тоже делается две строчки тут и тут оттелочные подумаем как я еще буду делать шлевки посмотрим ну вот все по сути все вырезано теперь можно сделать клеевую обработку все дальше идем пошив